Продолжение следует... Другие вопросы в интервью сегодня не войдут, но я обещала передать все Игорю Владимировичу, и он найдет способ озвучить вопросы на них. И, в частности, я сразу говорю с жителем Нового Сергеева, они не раз бывали у нас в эфире, что мы знаем, и Игорь Владимирович пояснил до эфира, что он знает об этой проблеме. И, наверное, это будет отдельная история, отдельная встреча, отдельный эфир. Все верно? Конечно. Тогда мы приступим к самому обсуждаемому сейчас вопросу, потому что прошли выборы, потому что завтра инаугурация, потому что будет заседание Городской думы, где выберут главу города. И потому что я подготовила этот вопрос, и наши слушатели тоже спрашивают, есть ли в ваших планах обновление состава правительства, в том числе за счет местных специалистов. Это я прям цитирую по сайту. Валентин спрашивает, я присоединяюсь. Присоединяйтесь к вопросу? К вопросу. Про обновление правительства. Хорошо. Вообще-то это самый актуальный и обсуждаемый сейчас вопрос среди специалистов. Давайте так. Завтра у нас все-таки состоится, наверное, слово такое, инаугурация. Она очень громкая и труднопроизносимая. Втупление в должность. Это такая, наверное, не самая важная процедура, но тем не менее она важна. Выборы закончились, объявлены результаты. И дальше начинается большая серьезная работа по формированию правительства в том числе. И в этой работе это один из блоков, так сказать, на то, чтобы нам подобрать людей, ранее себя зарекомендовавших в качестве высоких профессионалов. И всего лишь два, наверное, качества, по крайней мере, для меня существуют при приеме человека на работу, но они очень важны. И постарайтесь услышать, да, это порядочность и профессионализм. Вот профессиональным качеством все-таки человека можно научить. А порядочность это на кончиках пальцев, это в семье. Вот это очень важно. И здесь, наверное, на второй план отходят уже, конечно, приоритеты, где родился, где учился. Вы же тоже в Кировскую область попали, я так понимаю, не в младенчестве, да? И здесь очень у многих людей, наверное, должно быть понимание того, что, наверное, мы все нуждаемся в обновлении. Мы все нуждаемся в новом опыте, мы все нуждаемся в лучших практиках, в лучших традициях. Но что я хочу сказать, то, скажем, год назад, принимая решение о том, чтобы назначить Курдюмова Дмитрия Александровича руководителем социального блока, я рад, что не ошибся. И, в общем, то, что происходит сейчас в медицине, наверное, мы с вами видим, да, что это опора на кадры местные, подготовленные здесь, знающие специфику. Вот, так сказать, главный лозунг, который мы произнесли, это то, что главным в медицине является не врач, не главный врач, не средний медицинский работник, а пациент. И вот опора на это мнение позволяет нам делать, на мой взгляд, очень симпатичные вещи. То есть это и восстановление санитарной авиации, в очень непростых условиях бюджета, и ремонты лечебных учреждений, которые, я надеюсь, Кировы все уже успели, так сказать, оценить, да. И это никакая не предвыборная акция. Вот на прошлой неделе мы еще одну поликлинику, так сказать, обновленную, уже в новом кировском стиле открыли. Вот я думаю, что на этом пути правительство ждет постоянно, если можно так сказать, обновление, либо совершенствование. Мы должны привлекать высококлассных специалистов. Игорь Васильев, интервью нашей радиостанции. Ну, вообще, пример Дмитрия Александровича Курдюмова, он самый яркий пример, и я бы так сказала, его легко приводить. Ну, и приятно. Есть такая поговорка, которая мне очень нравится, правду говорить всегда легко и приятно. Да, и у него, кстати говоря, специалисты, которые являются министрами по его профилям, тоже местные. Да. Тоже местные. А вот что касается других членов правительства, у нас был ряд перестановок. Кто-то приезжал, уезжал, снова приехал другой человек, уехал. Как вы считаете, вот вы говорите, что изменения в правительстве это такой процесс, в принципе, да, постоянный какой-то процесс. Можем ли мы сейчас назвать уже тех людей, которые закрепились и точно будут работать? Ну, вы знаете, я думаю, что можно назвать этих людей, я не думаю, что если я сейчас буду давать им аванс и выносить на заседание парламента, так сказать, сразу же, да, там состав правительства, замов. Ну, например, мне кажется, что есть совершенно очевидные, так сказать, успехи у Максима Кочеткова, который занимается промышленным блоком. Это вопросы, связанные с внутрирегиональной кооперацией, это вопросы, связанные с восстановлением промышленных предприятий, вопросы, связанные с выводом предприятий из банкротства. То есть есть целый ряд людей, я не хотел бы их сейчас вот как-то выделять. У нас все-таки есть определенная процедура, ну и, может быть, наверное, вам, как журналисту, будет понятна история. Конечно, она не такая, но я пошучу, сохранить интригу. Осталось не так много времени до утверждения, так сказать, правительства, но я хочу сказать, что основной костяк, он сохранится. Он сохранится, но какие-то изменения все-таки нужны. Они всегда будут, понимаете? Вот я хочу привести примеры даже правительства Российской Федерации, ведь всегда же происходят обновления, люди приезжают из разных регионов. Самый яркий, очевидный пример, министр энергетик Александр Новак, который долгое время работал в Красноярске руководителем администрации, был первым замом губернатора, стал заместителем министра финансов Российской Федерации, сейчас успешно руководит министерством. Есть примеры, когда руководители строительного блока региона начинают возглавлять в Москве, так сказать, федеральные министерства. Это нормальный абсолютно процесс обмена, так сказать, кадрами. Я, честно говоря, знаете за что? За то, чтобы к нам приезжало как можно больше людей молодых учиться в наших вузах, говорю без иронии, замечательных. И как можно больше людей уезжало учиться в другие города и даже страны, но при этом возвращались к нам вот с тем самым новым опытом, новым взглядом на жизнь, приезжали бы из новых городов. Вот это очень важно сохранить, понимаете? То есть это не должна быть какая-то закостенелая история, ее нужно постоянно развивать, постоянно прививать здесь новый опыт, новые традиции. Ну и последний вопрос от этого блока. Из этого блока, кто конкретно в правительстве Кировской области занимается подбором кадров? Кто предлагает кандидатуры, кто их ищет? Вы знаете, вот я приведу один из примеров. Мы объявили программу кадрового резерва, и она абсолютно работает. Занимается там Вятский государственный университет, Союз ректоров, люди могут подать заявление, проходят тестирование. После этого есть процедура приема на работу. Это конкурс на основу, это есть в правительстве управления кадров, которое этим занимается. Вот я бы здесь еще хотел два слова буквально, если позволите сказать на эту же тему. Мы сейчас создали центр профессиональной ориентации и профессиональной подготовки. И 400 стипендий в этом году мы учредили для тех профессий, которые нам действительно нужны для работы в районах. Это врачи, учителя, ветеринары, зоотехники. Вот первые 15 договоров такие заключены. И, собственно говоря, в них участвует то правительство Кировской области, работодатель будущий, район и учебное заведение. И вот мне кажется, что это вот такая, знаете, наиболее правильная, так сказать, история, когда социально ответственные предприниматели начинают понимать, что они должны вступать в эту программу, иначе у них кто работать-то будет. Второе. Мы понимаем, что у нас все-таки главным тогда при определении того, кого, когда, кому и как учить, является наша экономика, наше предпринимательское сообщество. Мы не готовим в кадры пустоту. Вот поэтому здесь такого, наверное, ответа, там, Иванов Иван Иванович занимается, его нет. Это плод таких вот... Это кадровая политика в широком смысле слова. А мне интересуют ваши ближайшие соратники правительства. Ну, послушайте, есть управление кадров, и каждый в курируемом подразделении, вице-губернаторы, они занимаются подбором. То есть не вы лично сидите и говорите, вот этот будет, вот этот будет, вот этот? Ну, это, наверное, такое упрощенное представление, так сказать, да? Не вы. Это сталинская такая формула была, помните, да, когда кадры решают все, кадры решили и все. То есть вот это, наверное, не про нас, не про Кировскую область. Игорь Васильев в эфире нашей радиостанции. Но, кстати говоря, когда вы сказали про кадровую политику, и что сейчас активно подключился наш ВУЗ, уже на протяжении года, опорный ВУЗ, я имею в виду, мы следим за вашим взаимодействием. Действительно, чуть не каждую неделю происходят какие-то встречи. Опорный ВУЗ, это все освещает очень хорошо на своих страницах в Фейсбуке. Я на нее подписана и все это вижу. И вот как раз вопрос от Дмитрия на сайтах kira.ru, который связан и с образованием, и с местным жительством, и с медицинскими услугами, о которых вы говорили. Он, следующее спрашивает у вас, Игорь Владимирович, вы говорите, что нужно сделать Кировскую область сильной. Это отсыл уже к вашей предвыборной кампании. Что вы вкладываете в эти слова? Что именно и как мы будем развивать в нашем регионе? Когда и какие показатели мы должны достигнуть? Ну, вот здесь я вычеркиваю, потому что мы тогда должны два часа времени этому посвятить. Ну, давайте мы попробуем сделать отдельную программу, если это действительно слушать или неинтересно. Это очень непростой вопрос, но мне кажется, так сформулирован очень профессионально. И он дальше говорит, что на его взгляд, сильная область, это когда жители имеют доход в массе своей выше среднего, обеспечены работой, свобода и выбора условий, места жительства, образования, получение медицинских услуг. Видите, какие у нас думающие слушатели? Мне кажется, что абсолютно правильно наш коллега сформулировал вопрос. Я иногда вот на встречах, которые у нас были в предвыборной кампании и сейчас продолжаются, больших трудовых коллективах, маленьких, совершенно не важно. То есть вот говорю, что у нас задач для того, чтобы сделать область сильной, хватит пальцев на одной руке. Люди должны иметь работу, достойную заработную плату, которую выплачивают вовремя, качественное медицинское обслуживание, независимо от того, где они проживают, в областном центре или в районе. И это качество должно соответствовать такому, ну как минимум, столичному уровню. Образование для наших детей должно быть высококачественное, чтобы они могли получить как минимум рабочую профессию, как максимум поступить в высшее учебное заведение, любое, российское, любое зарубежное. И ко всему этому, ну культуру не нужно забывать, конечно, да, и ко всему к этому нужно доехать по хорошим дорогам. Доклад закончил. Вот, собственно, наверное, я как-то... Ответили, да. Ответил на вопрос, да? Ответили. А вот как этого добиться, это уже, конечно, наверное, предмет отдельной, так сказать, передачи. Ну, во-первых, мне кажется, да, мы должны развивать то, что мы умеем делать. Мы достаточно успешны в оборонке, промышленной оборонке. Мы имеем крепкое сельское хозяйство. У нас есть неплохие стартовые позиции в высшем и среднем образовании. Вот эти сферы, и медицина, конечно, вот эти сферы нам и нужно развивать. В том числе так называемый термин, он может кому-то нравится, кому-то не нравится, но, мне кажется, он суть явления, так сказать, отражает. Вот мы как-то его назвали, Дмитрий Александрович, медицинский туризм. Если хотите, я могу отдельно как бы на эту тему поговорить. Не просто хочу, а очень хочу, потому что я сама лично видела сюжет на «России-24». Он в конце недели был прошлой. Отличный, очень большой сюжет. Вот здесь у меня, правда, пробилась даже где-то гордость. За наш регион. Потому что сюжет был посвящен развитию медицинской авиации и развитию вообще медицинских услуг в Кировской области. Очень качественно сделан. И вот там вот я не видела ни намека. Тут уже ни про выборы, ни про предвыборные кампании. И там прозвучал впервые термин «медицинский туризм» в применении к нашей области. Больше комментариев не было. Поэтому, если вы сейчас поясните, будет отлично. Вот смотрите, то есть хорошо развитая медицинская инфраструктура и ключевая компетенция в одной из сфер, например, в травматологии и ортопедии. Например. Таких примеров может быть несколько. То, что мы развиваем у нас достаточно успешно, позволяет говорить о том, что мы можем привлекать пациентов со всей страны, которым здесь бы оказывалась высокотехнологичная, качественная медицинская помощь. На этой базе, так сказать, развиваются и транспортные услуги, правильно? Потому что должна быть обеспечена транспортная доступность, гостиницы, сфера услуг, так сказать, все что угодно. Вот мы, наверное, вкладываем в это понятие медицинского туризма прежде всего это. То есть это возможность того, чтобы Кировская область стала заметной на карте Российской Федерации с точки зрения оказания высоко качественных медицинских услуг в одной из сфер. При этом мы не говорим о том, что в Федерации дайте нам, пожалуйста, денег, мы построим там, я не знаю, что там, какой-нибудь сердечно-сосудистый центр. Мы способны это сделать сами. Потому что в медицине есть деньги обязательного фонда медицинского страхования, который приходит за пациентом. Чем выше качество услуг в регионе, чем лучше транспортная доступность, чем более развита вокруг вот этой истории гостиничный бизнес, туристический, там, какой угодно. Человек, приехав сюда, приносит к нам деньги и свое доброе отношение к нашей области. Вот это мы и вкладываем в понятие. А то, что мы оказались в числе одного из немногих регионов, которые в достаточно короткие сроки сумели восстановить санитарную авиацию, у нас уже два вертолета совершают там до 25, по-моему, рейсов в неделю, привозят людей в областную больницу, им вовремя успевают сделать операцию, не развиваются явления, связанные с инсультами, с инфарктами. По-моему, вот это здорово. Здесь, конечно, нет ни намека никакого на какую-то выборную или там, я не знаю, послевыборную кампанию. Почему-то все время иногда стараются столкнуть эту сферу. Нет, это нормальное совершенно развитие. Плюс здесь же, смотрите, вот что у нас произошло. Вот только представьте себе, в стране, всего лишь в стране в целом, в Российской Федерации, 60 центров гемодиализа. Нам, а вы представляете, что это такое, да? То есть это, ну, не дай бог, так сказать, человек привязан и вынужден по несколько сотен километров преодолевать дорогу в областной центр в любой точке страны. Нам удалось за полгода открыть 4 цента, почти 8% от российского объема в городах области. Это Вятские поляны, Амутнинск, Кирове и в Советске. И люди, которые 15-20 лет, я беседовал с пациентами, ездили 3 раза в неделю в Киров, представляете, они избавлены от этой необходимости. Мне кажется, это вот один из примеров. И к нам, кстати, стали приезжать Вятские поляны из соседних татарских деревень. И деньги от фонда обязательного медицинского страхования теперь поступают к нам. То есть мы это уже реализовываем. И потом снова вкладываются в развитие медицинского страхования? Совершенно верно, уже здесь в области, в нашей области. И если до этого жители Вятских полян, Кельмези, вынуждены были ездить в Татарстан, то теперь они приезжают к нам. То есть если мы называли в прошлом году точками роста лесная промышленность, лесообработка, это сельское хозяйство, прежде всего молочная промышленность, это машиностроение с опорой на оборонку, то теперь мы можем четко говорить, что медицинские услуги становятся тоже точкой опоры роста нашего региона. Абсолютно верно. И наличие здесь медицинского университета, в который приезжают, кстати, из почти 15 стран мира студенты учиться, говорит о том, что у нас есть большая серьезная перспектива. А что такое 15 стран, которые приезжают учиться к нам? Это русский язык, это мягкая сила, это лучшие годы своей жизни студенческие. Я не прав? Люди проведут где? В Кирове. Это будет любимый город на всю жизнь. Вот этим нужно заниматься. А вот мы сейчас про город с вами и поговорим. Игорь Васильев, в эфире нашей радиостанции, у микрофона работает Светлана Занькова. У меня сразу же из последнего нашего блока выросло несколько вопросов. Во-первых, город, да, и как здесь проводится время, как он выглядит, как вы на него смотрите. Во-вторых, культура, потому что если мы хотим счастливо проводить свои молодые и немолодые годы в этом городе, то без этого никуда. А в-третьих, это доступность, прежде всего, областного центра. И здесь мне хотелось бы поговорить о развитии аэропорта Победилова, потому что в свое время наслела надежда даже, что это будет международный аэропорт. Для того, что это тогда, когда международный туризм, в общем-то, развивался активно, до того времени, когда не случилось сразу несколько экономических кризисов. И до того времени, когда не случились вот эти тяжелые обстоятельства в связи с террористической угрозой по всему миру, которая, как мне кажется, на турпоток тоже повлияла. Тем не менее, Победилова развивается. И когда вы были в Совете Федерации этой весной, вы этот вопрос тоже выдвигали. Потому что я так поняла, что вы были заинтересованы в том, чтобы аэропорт и дальше увеличивал пассажиропоток и обеспечилась доступность авиаперелетов. Основной претензией, которая звучала в то время в СМИ, в частности, от разного рода экспертов и населения, была цена на билеты. В Москву, в Питер, уход лоукостера. Что-нибудь в этом направлении делается сейчас? Ну, вы знаете, вот с тех пор, наверное, многое изменилось. У нас есть же несколько задач. Скажем, мы говорим об инвестиционной привлекательности региона, а это одна из важных составляющих частей – это транспортная доступность. И вот, в отличие от недавнего времени, мы сейчас имеем три прямых рейса на Москву в день. То есть предприниматели, заинтересованные в работе с Кировской области, могут решать вопросы одним днем в Москве, одним днем в Кирове. Это очень важная история. Второе. Никто не снимает задачи с расширения пассажиропотока привлечению, ну, действительно, лоукостера, который за счет своих собственных, так сказать, инициатив снижения стоимости услуг может снижать стоимость на билеты, а не за счет других пассажиров, когда определенная авиакомпания, не будем делать рекламу, так сказать, не платя никаких сборов, налогов, не заправляя здесь самолеты, так сказать, бы стало жесткое условие. Только мы и больше никого. Вот так быть не должно. Это бизнес, транспортный бизнес, это конкуренция. На сегодняшний день, я не знаю, если вы заметили, я могу сказать, что у нас такие есть рекорды, достаточно неплохие, когда аэропорт Победилово принимает до 15 рейсов в день. Это три Москва, Санкт-Петербург, сейчас мы начали, возобновили датированные государством перевозки в Приволжском федеральном округе, и рейсы на юг Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик. 15 рейсов в день. Это большая, серьезная история. Рынок туристический начинает восстанавливаться. Говорить о том, когда, в какой срок аэропорт Победилово может стать международным, наверное, рано, потому что здесь есть, вы абсолютно правы, определенный условие должен быть таможенный пост, который устанавливается при определенном потоке, это федеральные правила. Должна быть пограничная, ну, застава так называется, это я понимаю, что мы не на границе живем, но тем не менее, пограничный, скажем так, переход, он тоже при определенном пассажиропотоке. Вот таких задач в повестке дня мы не снимаем. Ни по привлечению более, скажем так, ну, давайте скажем, более, ну, дешевых, наверное, неправильно, авиаперевозка, она не может по определенному быть дешевой, более доступных, скажем так, компаний. Другое, постоянно ведем работу с теми компаниями, которые сейчас летают по снижению стоимости авиабилетов. Это действительно серьезная проблема, Игорь Владимирович, потому что бизнесмены, это хорошо. У них есть возможность, они делают деньги, они покупают эти билеты. Они создают рабочие места, а те, кто эти рабочие места имеет, или те же студенты, о которых вы говорили, по этим ценам летать не могут? Никто не снимает с повестки дня этот вопрос. Будем работать над его решением. Другая вещь, что все-таки ту компанию, имя которой невозможно досывать, она во многом является монополистом, потому что все-таки это дочка крупнейшей авиакомпании Российской Федерации. Ну, и вот здесь возникает вопрос, так сказать, да. Здесь действительно проблема, да, вы ее видите? Есть, конечно, проблема, потому что эта проблема стоила нам до 100 миллионов рублей в год. Из нашего очень слабого вытаска бюджета. Мы приближаемся к этой цели. Есть у нас привычная надежда, что будет в области? Вы знаете, я думаю, что у нас надежда, ну, фразу сказать, надежда умирает последняя, она совершенно неправильная здесь, да. То есть мы, есть планы, есть совершенно конкретные четкие сроки, в которые мы будем привлекать добросовестных перевозчиков и снижать стоимость авиабилетов, повышать, скажем так, доступность Кирова в этой части. Потому что это на все влияет, понимаете? Это тоже, вот вы говорили сейчас о культуре, мы в часе, вот, ну, наших культурных столиц, полутора там, часа. И чем больше возможностей по транспортной доступности, тем больше у нас возможностей принимать здесь, там, гостей с самого разного уровня. Здесь есть еще другой вопрос, связанный непосредственно с городом, да. У нас, наверное, вы согласитесь со мной или нет, это мое, так сказать, мнение, у нас нет достаточно приличной площадки для гастрольных выступлений, больших коллективов, скажем так, ну, где могли бы собираться там несколько тысяч людей. Вот мой опыт посещения культурных мероприятий в Кирове говорит о том, что все залы заполнены всегда на сто процентов. И наша кировская публика – это одна из лучших, самых благодарных зрителей, наверное, в России, так сказать, как минимум. А что, правительство ставит, или вы лично ставите задачу открыть серьезную концертную площадку в регионе? Я думаю, что такая задача должна стоять перед нами в первую очередь. В первую очередь. Тогда мы будем иметь возможность включаться в гастрольные, так сказать, туры действительно серьезных коллективов, потому что, ну, нас окружают, так сказать, там, Москва, Казань, да. Вот, на мой взгляд, только отсутствие площадки, качественно оборудованной, с большим количеством зрителей, которые позволят, ну, и гонорары приличные выплачивать актерам, и делать их поездку сюда экономически целесообразной – это первоочередная задача. Я вижу, медицинский центр, теперь культурный центр. Абсолютно правильно. И здесь, кстати говоря, вы уже упомянули, без инфраструктуры не обойтись, потому что необходимы будут гостиницы, действительно, и прилично выглядящий город. Конечно, конечно. Ну, вот смотрите, у нас дни романтики на вятке, так сказать, да, вот там импровизированная сцена, которая была устроена, и выступал наш джазовый, так сказать, коллектив, это, ну, все-таки несколько тысяч людей, которые с удовольствием пришли и в этом участвовали, да. Вот и набережная наша должна стать такой. Я, знаете, вот, ну, обитаемый, скажем так, да. Вот вы говорили сегодня до начала эфира, что там с удовольствием, так сказать, занимаетесь там спортом. Не только спортом там нужно заниматься, да. Нужно вечером там иметь возможность, может быть, и под открытым небом летом услышать хорошие концерты, сказать, да. Я о чем хочу сказать? Вот я первый день, когда сюда приехал, может быть, повторюсь, тогда прервите меня, если слышали. Я попал вот в наш монастырь женский, который рядом с Динамовским стадионом. Я не знаю эту историю. Да, и там матушка, она такая очень пожилая и там далеко за 80 лет. Она москвичка, да, как-то вот здесь живет, у них тоже ротация какая-то существует, кстати, к вопросу о правительстве. И она говорит, Игорь Иванович, хорошо бы вятку углубить. А, вернее, говорит, у меня к вам вопрос. Я думаю, ну вот сейчас церковники начнут что-то просить, какое-нибудь здание, там, сооружение так. Так, вздохнул, приготовился, она говорит, надо бы вятку углубить. Я говорю, а как, откуда у вас-то? Она говорит, ну вот пароходы должны ходить, дамы с зонтиком и музыкой играть. Вот мне этот образ очень запомнился, и мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы действительно вот великая река, которая, я не знаю даже кому в голову пришло исключить ее из состава судоходных рек. И это повлекло за собой целый ряд историй. У нас там начали умирать в Варкуле, в сосновке заводы, которые производили, так сказать, суда. И это вообще такая первоочередная задача, чтобы вернуть вятке ее былое величие, чтобы мы могли здесь пароходы принимать. Конечно, это ни одного дня, ни одного месяца, ни одного года, но мы сейчас активно с Росморпортом, с Российским водным агентством ведем переговоры о том, чтобы начать эти работы, о том, чтобы у нас появилась вот такая водная артерия. А на ней совершенно другой облик города будет формироваться от этого, согласитесь? Да, но прежде всего ведь мы здесь исходим тоже от экономической целесообразности, потому что я лично слышала доклад у Кочеткова, где директор Сосновского судостроительного завода говорил о том, что при углубленном русле они смогут строить суда другого тоннажа. Я об этом и говорю в том числе. То есть мы деньги будем зарабатывать? Вы понимаете, да, то есть, ну вот в данном случае, наверное, это все-таки вторая составляющая, когда мы сможем зарабатывать деньги. А первое и самое главное, это вернуть нам вятку. Сейчас приверемся на короткую буквально рекламу. У нас в гостях Игорь Васильев, глава региона. Продолжается наша программа. У микрофона работает Светлана Занько. Сегодня вы слушаете главу региона Игоря Васильева. И мы здесь в перерыве, конечно же, продолжали обсуждение. У нас тема культуры была до перерыва. И я спросила Игоря Владимировича, а что башмет? У вас же были с ним договоренности? Ну, они сохраняются. Я думаю, что мы их реализуем весной. Следующего года. Конечно. Ну и тоже вы обсуждаете вопросы концертного зала, о котором вы говорили, что очень нужен качественный большой концертный зал. Силами области его не построить. Тогда какие методы могут использоваться, чтобы мы смогли осилить такую площадку? Вы знаете, разные методы. Частного государственного партнерства, так сказать. Методы привлечения крупных инвесторов. А потом я бы не стал вот так уж область-то недооценивать. Вот как-то у нас, знаете, я иногда здесь замечаю, я уже там, наверное, имею право говорить, у нас, да, иногда мы как-то вот такая заниженная самооценка. А почему? Всегда говорят о привлечении инвестиций, федеральных дотаций, федеральных проектов. Вы понимаете, это здорово, правильно, этим нужно заниматься. И я вам хочу сказать, что кое-что у нас получается. Мы там, ну, в качестве примера, не знаю, могу привести. Вот мы долгое время занимались, там, сколько лет, 8, наверное, 10. Вот у нас было военно-воздушное вот это, к вату. К вату, у меня там папа служил. Очень интересно, а что пошла какая-то подвижка? Не пошла, а уже все. То есть мы все решения с Министерством обороны приняли. Расскажите, пожалуйста, это важно. Пожалуйста, то есть Министерство обороны передает это училище в область. Уже передало вчера. Землю, здание? Землю, здание, сооружение, все полностью. Вчера? Да. Был подписан документ? Да. Вы лично проводили переговоры? С кем? С Министром обороны. С Шойгу? Да. И вчера подписали документы. Я думаю, что тут появляется площадка для развития. Почему бы, например, там не появиться чему-то очень такому интересному, культурному? Ну, тогда я вам раскрою секрет. У нас была не одна программа Урбан на эту тему. Граждане голосовали за большой парк с образовательными и культурными учреждениями. Почему нет? Почему нет? Еще одна программа состоится. Есть большая тема, но это очень важная новость. Ну, знаете, да, вот здесь... Кировчане будут крайне заинтересованы в развитии территории. Еще раз, и у нас с вами не должно быть заниженной самооценки. Я считаю, что город, область абсолютно достойны хорошего культурного центра. Игорь Владимирович, а с какими целями вы эту землю, собственно говоря, в областную собственность переводите? Есть планы на нее все-таки конкретные? Вы же сами говорите, так сказать, о том, что нужно привлекать федеральные инвестиции. Например, они могут быть вот в таком виде. А есть у вас собственный взгляд на эту территорию? Вы же были там? Я думаю, что вот знаете, что вот здесь один из лозунгов, который мы там поднимали с самого начала, так сказать, я говорю мы, потому что не отделяю себя от правительства, от вас в том числе, да, это там, если вспомнить, так сказать, да, это сделаем вятку сильной, да, вот мы уже отвечали коллеге на вопрос, вот она, например, в культурном плане должна стать сильной. Второе, наведение элементарного, так сказать, порядка. Его невозможно сделать без жителей. Невозможно, не учитывая мнение жителей области. Невозможно, не учитывая мнение жителей Кирова. Вот мы некоторые шаги, я надеюсь, вы там как-то тоже видите, вот там масштабный ремонт дорог, который, кстати, не закончился с окончания выборной кампании, да, у многих были какие-то сомнения. Эта программа большая, рассчитана на пять лет, это федеральные инвестиции. Но для меня самое главное здесь, что у нас ни одна дорога теперь не принимается без представителей общественности, без представителей журналистского сообщества. Делается это открыто, и упор делается на качество работы и исполнение гарантийных обязательств. Вот с городом нам, наверное, нужно эту программу консолидировать. В каком плане? Чтобы одновременно проводился ремонт тротуара, дороги, въезда во двор и освещение. Вот тогда это получается уже такая вот, ну, достаточно серьезная, так сказать, история. И можно говорить о том, что здесь, ну, некий завершенный, так сказать, проект. Возвращаясь к территории Квату, поскольку эта территория внутри, это центральное такое место в городе Кирове, и она обширная со своей историей. У меня следующий вопрос. Вы говорите, что ни одно решение, которое производится там по... и влияет на внешний вид города, на его жизнь, не должно приниматься без общественного обсуждения. Значит ли это, что судьба этой территории, еще раз территория Кировского военно-авиационного технического училища в прошлом, будет решаться с помощью общественного обсуждения? Вы знаете, вот здесь вопрос такой, как бы вот общественность, вот вы пробовали у себя во дворе провести собрание когда-нибудь? Не раз. Успешно? Пока неудачно. Вот видите как. Поэтому здесь все требует руководящей, направляющей роли. Нужна хорошая идея и поддержка общественности, ну, которая действительно заинтересована. Потому что иначе, ну, кто-то против стоянки, кто-то против озеленения, кто-то за собачку, территорию для выгула собак, кто-то любит кошек. Вот общественные интересы должны быть, мне кажется, ну, совмещены, так сказать, да, на основе какой-то одной там простой, понятной, так сказать, идеи. Поэтому приглашаю к обсуждению, а дальше посмотрим. И это вот для понимания, да, то есть решение принято, но дальше есть там процесс, да, он тоже не одного дня. О том, чтобы провести межевание, раздел, так сказать, да, это и в том числе предусмотреть и хорошие там градостроительные решения. Это нормально. Игорь Васильев, эфире нашей радиостанции заговорили о городе. О городе много, он тоже в ожидании перемен, да, мы много тоже здесь в этой студии говорим. Будет избрана глава города, который возглавит городскую думу. Будет, видимо, какие-то перестановки будут и в городской администрации. И существует мнение, даже федеральные эксперты на эту тему говорят, что глава города может быть либо абсолютным единомышленником губернатора, практически губернаторским ставленником, либо его полным противником. И иного не дано. Как вы к этому относитесь? А что может быть еще иное? Вот давайте, вы же задаете вопрос. Не ставленник, но соратник, например. Это нормально, это абсолютно нормальная история. То есть я вообще такое слово ставленник, как бы, ну знаете, там как поставил, так и снял. Есть демократическая процедура, когда граждане проголосовали на выборы за депутатов. Депутаты в соответствии с уставом, регламентом, законами Российской Федерации избирают городского главу. Дальше объявляется конкурс на сити-менеджера, да, и происходит, собственно говоря, формирование городской власти. Вот мне кажется, да, что синергетический эффект, который заметили бы граждане и отметили его как наведение порядка, улучшение жизни в городе, может быть основано только на соратнических отношениях, на едином понимании того, куда двигаться, на вопросах формирования бюджета, привлечения федеральных инвестиций. Без этого невозможно. Кировчане помнят еще и другую практику, Игорь Владимирович, неспроста я задаю этот вопрос. Когда областные власти практически никак не вмешивались в политику города, вы будете вмешиваться? Вы знаете, вот слово «вмешиваться», так сказать, оно не самое, наверное, правильное и не подходящее вообще для слова «политика», так сказать, да. Политика, она может либо разделяться, либо не разделяться. Но вот то, о чем вы говорите, если у нас, вот мы сейчас с вами приходим к понятному консенсусу, да, что мнение граждан является наиболее важным, наиболее значимым, так сказать, да. И, конечно, мне кажется, да, что нужно строить эту работу вместе, понимая, что ни город, ни область отдельно не могут существовать, не могут заниматься эффективным привлечением инвестиций, не могут заниматься эффективным решением вопросов хозяйствования, да. Да, у нас очень много вопросов, которые, ну, например, называются там городское хозяйство, теплоснабжение, компания Т-плюс, так сказать, концессия или там не концессия. Это такие вот, знаете, вопросы, которые, с одной стороны, казалось бы, технические, так сказать, да, но там скорость их принятия, обоснованность этих решений, там временная какая-то необходимость их поддержания, да. Опять же, вот, смотрите, какие-то истории, связанные там с одновременными ремонтами, да, чтобы не было такого, мы сегодня улицу отремонтировали, завтра пришла там любая компания, не важно, там, теплоснабжающая вода, снабжая энергетическая, там, Тростелеком, эту дорогу перекопали, так сказать, жители понимают, что с одной стороны будет новая труба, но вот ничего, кроме обиды, так сказать, это не вызывает, да. Поэтому, конечно, здесь нужна, наверное, вот, мне кажется, слово абсолютно правильное, которое я бы применил, это координация действий города, области и вообще любого другого муниципалитета в Кировской области. А как на практике вы осуществляете взаимодействие с городскими властями по всем этим вопросам? Вот в начале своей карьеры здесь вы выходили во дворы, мы прекрасно помним все, а сейчас? И, вы знаете, и сейчас не конец карьеры, и я продолжаю это делать. Может быть, это просто стало не очень интересно журналистскому сообществу и не так широко освещается, но эта практика продолжается. Мы выезжаем, смотрим отремонтированные улицы, дворы, встречаемся с жителями, да, о том, хорошо, нехорошо, в соответствии с тем, что ожидали. Не в соответствии. Причем это происходит, смотрите, ну, скажем, в той же там городской больнице, где была благоустроена территория. На мой взгляд, очень удачно, так сказать, да. Ничего не изменилось. Просто было лето, не было снега, мы меньше вопросов, наверное, уделяли то, что больше всего волновало там журналистское сообщество. Но эта работа продолжается и продолжается в взаимодействии с городом. Так я просто живу в этом городе и не могу за этим пристально не следить. Вот вы, вам, как человеку, живущему в этом городе, чего в нем не хватает? Ну, я вот уже, наверное, говорил, так сказать, да, не хватает прежде всего вот такой... Мне кажется, город должен быть абсолютно включен в федеральную культурную повестку. Вот мы один из немногих регионов, в котором есть стационарный цирк. Но этот цирк федеральный, находится в ужасающем состоянии. Нужно приводить его в порядок. И почему бы не проводить здесь в том числе и международные, например, фестивали этой направленности. Вот вовлечение в федеральную международную повестку Кирова как культурного центра, мне кажется, одна из таких задач, которые могут быть решены, в том числе и с помощью журналистского сообщества, да, общественников. Вот это вот задача, которая стоит перед нами. То есть хочется открыть город миру? Совершенно верно. И мир для города. Завтра у Игоря Васильева очень важный день. Он официально вступает в должность губернатора Кировской области. Там будет происходить мероприятие, которое обозначается термином труднопроизносимым. Это вступление в должность, все остальное, я не знаю. Что это такое будет? Вот что вы сейчас делаете? Вы сейчас вечером придете домой, будете учить клятву, а жена будет отглаживать новый костюм. Завтра праздник, стол. Как все пройдет? Да нет, у нас прибывают очень высокие гости, но прибывают они для того, чтобы поучаствовать утром в очень короткой процедуре вступления в должность, которая должна быть сделана по уставу и по закону. А дальше у нас действительно очень важный, очень знаковый день, потому что прибывает руководство Министерства здравоохранения, прибывают полупред и руководители Министерства природы, и пройдут два очень больших совещания, в которых Кировская область будет рассказывать о своем опыте ремонта, построении, внедрении информационных систем в проекте, так называемая, бережливая поликлиника санитарной авиации и медицинскому туризму, о чем мы с вами говорим. А второе совещание будет проходить по развитию лесной отрасли, по развитию открытости информационных систем, которые Кировская область получила, приз Министерства, ну приз я условно говорю, да, как лучший регион по внедрению информационных систем в лесную отрасль за 2017 год. Поэтому обычный рабочий день... Ну торт и шампанское в конце дня рабочего будут. Ну если вы угостите. Спасибо большое. Это было интервью главы региона Игоря Васильева. Игорь Владимирович пообещал прийти неоднократно еще в наш эфир. Мы его даже наметили ближайшие темы. Еще раз благодарю. У микрофона работала Светлана Занько. Напоминаю слушателям, все вопросы, которые вы отправили на сайт, я передам.